смотрите минус 5 я вам хотел показать гараж холоднее чем окружающая среда видите на него садится и потому что он вчера был минус 30 а сегодня минус 5 я открыл дверь в гараж чтобы туда тепло заходило с улицы сегодня впрочем как и вчера на улице сильно не поработаешь мороз самое время показать чем сибири по выходным дням и вечерам занимается простой народ я давно хотел исправить дефект штукатурки который появился в труднодоступном месте в подвальном помещении за батареей но все не доходили руки всем привет сегодня я буду штукатурить вот эту стенку она у нас была заштукатурена но так как помещение находится ниже уровня земли сюда какие-то годы не в прошлом году позапрошлом проникала вода и она потихоньку 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 эту сырость набрала ну набрала она еще из-за того что в растворе было очень мало цемента штукатурил не я штукатурил другие люди ну то есть представляете песок он просто впитывает себя воду и все то есть если там было цемента достаточно этот слой штукатурки подвальной ниже уровня земли служил бы как слоем гидроизоляции так не случилось и вот вниз видите пропитался я вчера все это дело отдолбил приготовил сначала хотел ставить вот так вот видите деревяшки раз вот два деревяшка хотел ставить направляющие и по ним затирать а потом решил все это дело мне же есть вот плоскость вот это правило по плоскости проходит до самого пола поэтому я вот делал чирки вот 12 то есть вот отсюда она проходит полностью и вот отсюда идет до этой черты здесь мне никаких деревяшек не нужно делать первых дополнительные отверстия во вторых работа дополнительно чтобы это все не делать я решил за что которую здесь кусок здесь кусок ну и там если сделала одну-две деревяшки то будет я считаю достаточно все это буду делать размешивать раствор побольше цемента лучше бы конечно один к одному не знаю как получится посмотрим да вот здесь вот хочу предусмотреть дренажное отверстие трубки туда вставить значит отверстие уже просверлил а трубок вот у меня на 10 диаметр на 10 до или на 12 между был пока еще нету поэтому я сейчас пойду на эту трубку ставлю выведу то есть если туда за стену попадет вода она сразу выбежит сюда и не пойдет в стену мысль такая кто у кого может какие-то другие мысли пишите в комментариях обсудим поработал немного два ведра развел видите первый слой замазал потому что сразу толстым нельзя делать иначе он упадет побольше цемента постарался сделать один к двум здесь вот видите торчат трубки то я на всякий случай сделал дренажное отверстие для того чтобы в случае вдруг случае опять попадет вода первую очередь она выбежит вот через эти трубки а потом пойдет уже стены накидал я вот здесь по низу 5 ведер видите еще еще примерно ведер 5 кидать потому что я вытащил ведер 10 просто так кидать здесь у меня будет бугор я буду мучиться я что придумал стягивать ровно мешает мне батарея потом за батареи надо тоже чем-то заделывать я решил вставить вот такие как бы сказать направляющие сейчас обверну их упаковочным материалом и вот сюда забью раствор вручную потом их сниму но сначала конечно установлю ровненько установлю заклиниваю так вот видите вот здесь вот вот здесь клин здесь клин думаю сюда уйдет у меня может даже больше ведра раствора только за вот эти планки потом они у меня высохнут я их уберу и у меня превратится раствор превратится в направляющие тогда я покойника возьму правило посмотрите возьму правило сюда буду закидывать стягивать стягивать по направляющим которые у меня получится из раствора устанавливаю опалубку для маячков из раствора перед установкой обворачиваю упаковочной пленкой использую трубу отопления как упор для клиньев и поджимаю опалубку плоскости стены не лейте а а а а а Установил я маячки Вернее опалубки для маячков 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Установил я их через 40 сантиметров Сейчас буду разводить раствор Такой, я уже говорил, один к одному И вот так вот стараться туда замазывать Раствор для выравнивания и штукатурки Я готовил из соотношения Одна часть цемента, две части песка И одна часть клей для керамической плитки Самый дешевый Для придания раствору эластичности Сделал я это Вот маячки Видите, за маячками замазал Пришлось вручную мазать Потому что по-другому никак Видите, все это пространство Между стенкой и маячком Замазал раствором Здесь, здесь И так семь раз Вот это немножко пошире Зря сделал Почему зря? Потому что много раствора ушло Но это у меня был экспромт Эксперимент Творчество, так сказать В следующий раз буду делать Не шире, чем вот здесь То есть сантиметров 12 Вот так получилось Теперь будем ждать завтра Чтобы все это отодрать Отбить по замыслу Оно должно все выйти Полиэтилен не даст схватиться С деревяшками, с металлом У меня получилось алюминиевые Керамогранит И ДСП ламинированные Вот посмотрим, какой лучше отходит Все обмотаны полиэтиленом По идее, должна одинаково отойти Видите, я начинаю убирать Клиния Вот это расклинивание И как бы Немножко шевелю Для чего я это делаю? Раствор очень мощный То есть, если он Хорошо пристынет То я потом просто Рискую не оторвать Вот эту свою опалубку Вот здесь он закатился Я его, видите, убираю Я имею в виду, раствор Попал Убираю, чтобы это все не прилипло Здесь вот с боков все Очищаю Ошкуриваю Со всех сторон Чтобы он потом легко Ну, то есть завтра, когда Подстынет Чтобы легко Все это Вся эта опалубка снялась Клиночки убираем 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 Вот у этой площадь большая Почему я и говорю Что большую площадь Слишком широкую Как бы нецелесообразно делать Сейчас вот легким постукиванием Я буду сюда стучать И чтобы здесь появилась Как бы щелочка Рано Рано Потому что Раствор еще сыроват Но убрать уже можно Чтобы Как бы Раствор сох И это все ездило Сегодня срывать не буду Сегодня только Приготовлю На завтра Видите, сколько Клиночков Понаделал Объясняю Все стараюсь Очень подробно Может кому-то пригодится Батареи бы желательно Протереть сегодня На следующий день Раствор под опалубкой высох Превратился в камень И я убираю саму опалубку Кстати говоря Опалубка Вся отделилась Очень неплохо Потому что Она была обвернута Упаковочной пленкой Получились у меня Видите, направляющие Из раствора Всего их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Сейчас проверим В створ попал я или нет Смотрите Отлично Может быть Вот здесь вот чуть-чуть Миллиметр Но это штукатурка Все подровняется Отлично 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 Субтитры сделал DimaTorzok После каждого накиданного выравнивающего слоя, а их было 4 слоя, обязательная уборка рабочего места, потому что раствор очень крепкий. И через несколько часов его не отодрать. Просто так. Трудозатраты будут несоизмеримы. Самое примыкание плитка, половая, которая подходит к штукатурке. Раствор мощный. Если его не убирать каждый раз после закидки, ну после высыхания, то дня через два его потом, не знаю, чем можно будет. Можно, конечно, будет убрать, но тогда надо будет испортить плитку. Поэтому обязательно после того, как закидали, здесь подсохло, то, что вы закидали, надо убрать. Вот видите, вот так у меня получилось. То есть вот эти направляющие, еще раз показываю, ровненько. Вот здесь, где больше закидывается, прохожу правилом. Вот видите, ровно выравниваю. Сейчас еще раз пройду, останется совсем немного раковин. Вот. Я думаю, что после вот этого раза, в следующий раз уже это затирка. Вот так вот. Эта стенка, можно сказать, готовая. Вот видите, вот эти вот белые, как бы, столбики, это вот те направляющие, которые я делал. А эта стенка я еще продолжаю подкидывать, потому что слой толстый, сразу не накидаешь и не натрешь. Но думаю, что сегодня я ее должен закончить, то есть затереть. Ну и останется только зашпатлевать. И все. И потом покрасить сверху беленькой красочкой. Плитку мы решили не делать. Сначала была мысль сделать здесь ряд плитки, а потом что-то подумали, а к чему белая плитка тут? Только деньги потратить. Вот так выглядит стена после окончания процесса по ее выравниванию и штукатурке. Доделываю вторую стену. А вот здесь я использую вместо провила алюминиевый уровень, длиною 1,2 метра. Не потому что он лучше, просто попался под руку на этот момент. И здесь, как вы видите, не мешают труду. Лариса решила помочь зашпатлевать стены после штукатурки. Шпатлевка стен, это ее конек, она перешпатлевала весь дом, поэтому я ей доверяю. Вот такая получилась стена после шпатлевки на первый раз. Шпатлевка второй стены, перпендикулярно первой стене, которая затруднена. Я завершаю штукатурку со шпатлевкой в труднодоступном месте, в частности за трубами отопления. Шлифовкой при помощи специального приспособления и наждачки. Всем до скорых встреч. Штукатурка в труднодоступном месте произведена, зашпатлевана. Конечно, это все будет покрашено, но это уже другая история. Поэтому вот то, что было и то, что стало. Еще раз хочу обратить внимание на дренажные вот эти вот трубки. Я их еще подрежу. Это на случай, если за стену собирается будет сырость. Она как эта стенка, то есть труднодоступная, так и примыкающая к ней перпендикулярно вторая стенка заодно. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok